Заметка Электрика Подпиткой от электродвигателя Этой самой вновь вводимой подстанции Для снижения токов короткого замыкания В сети 10 кВ Требуется установить Токоограничивающие реакторы РТСТГ10 На 1600 А Вот эти самые реакторы Внешний вид В процессе монтажа Это фаза А Видно по цветовой маркировке выводов Фаза Б И фаза С Вот реактор сухой, ток ограничивающий Сразу расшифруем его обозначение Р реактор Т трехфазный С естественное охлаждение Т так ограничивающий Г горизонтальное расположение Вы видите, что они все Расположены горизонтально 10 это класс напряжения 10 кВ 1600 номинальный ток 0,18 это номинальное индуктивное сопротивление в Омах 0,18 Ом У3 климатическое исполнение Выбранный реактор представляет собой обмотку Изготовленную из алюминиевого провода С линейным индуктивным сопротивлением То есть он выполнен без стального магнитопровода Прессующая конструкция Представляет собой систему Изоляционных планок Стянутых вертикальными шпильками Контактные выводы обмоток Выполнены в виде алюминиевых шин Вот здесь Там же нанесена маркировка Начало АБЦ И концов XYZ обмоток фаз реактора Б И вот Y Это конец обмотки То же самое на других На фазе АХ На фазе Б Б Игрок И на фазе С ЦЗ Места заземления реакторов Маркируется соответствующим знаком заземления То есть на каждом Опорном изоляторе Основанием установки обмотки Являются опорные изоляторы Обеспечивающие необходимое Изоляционное расстояние То есть вот у нас обмоточка Испытание сухих токоограничивающих реакторов РТСТГ-10 Будем выполнять согласно ПОЭ Глава 1.8 РТ34-45-51-300 Это объемы и нормы испытаний Пункт 18 А также по указаниям завода-изготовителя Согласно по измерению Сопротивления изоляции обмотки реактора Производится Относительно его крепежных болтов С помощью мегаометра напряжением 2500 вольт Сопротивление изоляции должно быть Не меньше 0,5 мегаом Аналогичные требования предъявляются И по РД Объемы и нормы Только есть небольшие уточнения У вновь вводимого реактора Сопротивление изоляции должно быть Не меньше 0,5 мегаом А при эксплуатации не меньше 0,1 мегаома Новый завод-изготовитель В своем руководстве Несколько ужесточает нормы То есть сопротивление изоляции При температуре обмотки 20-30 градусов Должно быть не менее 500 мегаом В нашей ТЛ имеется разнообразный парк мегаометров Это EM4100, ESO202, F4102, MIG2500 Но для измерения я решил воспользоваться Недавно приобретенным мегаометром TM2501 от Sunel О нем в скором времени я напишу отдельный обзор В котором поделюсь своим мнением Подписывайтесь на канал Заметки Электрика Чтобы не пропустить новые выпуски Итак, вот он, мой мегаметр TM2501 Включаем Режим На замер сопротивления изоляции Один вывод подключаем на обмотку А второй На заземляющий вывод Выбираем Выбраем Выбраем 2500 Вольт И поехали 470 ГГОМ Так, 678, 700 ГГОМ Как видите, полученное значение составляет Больше 1000 ГГОМ Аналогичным образом измеряем фазу А Реактора Вот на первый вывод Ну, то есть, видно, при 15 секундах уже больше 1000 ГГОМ Проверим сопротивление изоляции По отношению к стяжным шпилькам Здесь сопротивление изоляции чуть меньше Но, тем не менее, сопротивление изоляции Составляет больше 100 ГГОМ Давайте здесь еще проверим По отношению к этой 75 ГГОМ Отлично Аналогичным образом измерим Третий реактор фазы С Сопротивление изоляции 531 ГГОМ Сопротивление изоляции всех трех реакторов Удовлетворяет требованиям ПОЭ РД объема и нормы И завода-изготовителя Вторым испытанием сухих реакторов Является испытание опорной изоляции Повышенным напряжением 37,8 кВт Промышленной частоты В течение одной минуты Данное значение 37,8 Относится к опорной изоляции Не фарфоровой Испытание можно проводить совместно С изоляторами и ошиновкой Вот ошиновка у меня здесь уже На данном реакторе подключена Изоляторы вот имеются Аналогичные требования по испытанию ПОЭ ПОЭ Представляются и ВРД объемы и нормы А вот завод-изготовитель данный вид испытания Вовсе оставил без внимания Странно Но мы в любом случае Провели испытание обмотки реакторов Повышенным напряжением С помощью нашего легендарного АИ-70 И изоляции реакторов Всех трех реакторов Успешно выдержало Согласно ПОЭ и РД Объемы и нормы Данный вид измерения Проводить не требуется Он указан только в руководстве завода-изготовителя Все же странно это как-то получается Повышенным напряжением Испытания проводить не требуется А вот атомическое сопротивление Обмоток измерить обязательно Но коль завод требует То провели и эти замеры Измерения проводили Уже известным вам прибором ММР-600 Которым мы постоянно пользуемся Особенно при испытаниях Силовых трансформаторов И электрических машин В итоге у нас получились Следующие значения Фаза А 1,976 Ом Фаза Б 1,955 Ом И фаза С 1,962 Ом Измеренное сопротивление Обмотки реактора Постоянному току Необходимо сравнить Со значением сопротивления Указанного в его паспорте И оно не должно отличаться Более чем на 10% Реакторов Полученные значения Сопротивления обмоток Каждой фазы реактора Реакторов Мы сравнивали между собой И приняли то, что они Не должны отличаться между собой Более чем на 2% В общем аналогично Как у силовых трансформаторов В нашем примере Расхождение по показаниям Получилось около 1,06% Что вполне удовлетворяет требованиям На этом пожалуй все Кому понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если у вас возникли какие-либо вопросы При просмотре видео Пишите в комментариях По возможности я вам отвечу Всем спасибо за внимание С вами был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...